Привет, друзья! Меня зовут Ирина, вы на канале репортажа моей жизни. Ну что ж, прическу навела, пора приступать за дела. У меня всего два выходных, время 11 часов дня, а у меня еще, как говорится, на уши в руках. Очень хочется за эти два дня переделать кучу дел, кучу, да, и в лес хочется съездить, потому что пошла черника. Хочется пособирать. Но для начала накормлю семью. Я на кухне приготовила мойву. Любим мы эту рыбку, любим. Я ее не жарю, я ее тушу. Нам так больше нравится. Здесь у меня уже сварилась говяжья голяшка. Во какая получилась. Сейчас я ее разделаю. Ой, пахнет. Вкусно. Цена такого мяса 450 рублей за килограмм. Лакомство для нашей девочки. Почищу для супа картошки. Картошку едим еще старую. Новую урожай еще не копали. Вот так. Готова пережарка. Пошла за щавелем. Вот она меня тут весь зарос. Но ничего, ничего. Для щей наберу листочков. Надо будет обрезать сегодня. И грызет его кто-то. Ну, кто грызет, то кто грызет. Жук. Само собой. Ясное дело. Так, пережарочка пошла. И теперь щавель. Щавель я добавляю всегда в конце. Когда у меня уже картошка сваренная. И немного проварилась пережарка. Помните, тут на медне готовила чесночную пасту? Вот. Добавим к супчику. И еще свежего укропчика. И завершающий момент. Это два взбитых яичка. Кто-то добавляет вареное яйцо. Я не добавляю. Я делаю так. Вот сейчас все перемешаем. Мне нравится так. Вернее, не мне. Нам нравится так. Померили маме давление. Что-то совсем низкое. Налью-ка я ей кофейку. Пусть попьет. Пошли посмотрим, чем она занимается. Не автографируйте. Я тебя не сфотографирую. Покажи мне, что ты выщиваешь. Ты еще не сфотографируй. Ну, на снегирь похоже уже. А где картинка-то? А, вон. Вот такая вышивка должна получиться. Красивая. Красивая. Но очень сложно вышивать. Здесь что, полукрест, да? Крест, полукрест. И в одну ниточку, и в две. Ну, когда-нибудь это вышьется. Да, когда-нибудь будет вышиваться. Щи со щавелем готовы. Снимаю пробу. Приходите на щи. Вкусно. Пока готовила первое, на гарнир отварила рис. Добавила сюда пережаренный лучок. А к рису приготовлю мясную подливку. Вот съездила, купила свиную лопатку. Сейчас скажу, сколько здесь. Здесь 6 килограмм. Кусочек отрежу на жарешку. Остальное все перекручу на фарш. Мне не хватило лука. Пойду посмотрю, что у меня тут наросло. Вот, головочки уже большенькие. Можно кое-что и сорвать. О, козюль какая-то вылезла. Так, и еще одну. Вот здесь вот. Вот так. И красота. Мясо тушится. Так. Остальное я приготовила под мясорубку. Здесь лучок, чесночок уже. Все порезано. Было у меня тут видео недавно, где я крутила фарш, делала котлетки и делала заготовочки для бургеров. Кстати, да. Заготовочки-то сделала, а бургеров еще не одного. Надо это дело исправить. И буквально через 2 дня поднимается, заглядывает ко мне на работу. Одна из подписчиков, Маришка, и говорит, Ира, какой полезный канал. Посмотрела и котлет захотелось. Говорит, расскажи-ка мне, что ты добавляешь в фарш. Ничего, Мариш, не добавляю. Покупаю свиную лопатку, соль, перец, чесночок, лучок. Все. Ну, могу еще добавить укропчику свеженького, если есть, конечно. И также недавно в очереди в кассу постречала одну из своих подписчиц. Это Татьяна, которая тоже с удовольствием смотрит мой канал и ей нравится. Тоже вдохновляю ее на какие-то новые идеи. Спасибо вам, девчонки, огромное. Вообще приятно осознавать, да, что видео снимаю не зря. Ой-ой, совсем забыла. Я же добавляю еще в фарш булочку с моченой молоком. Все перемешала и дам минут 20 постоять. Пусть все ингредиенты между собой подружатся. А пока доделаю подливочку. Добавлю свеженький лучок, соль, всю та же смесь перцев, перемешаю и будет тушиться. Вот сколько у меня котлет получилось. Убираю в морозилку. А часть фарша я оставила. У меня в тепличке можно перчика немного снять, так что я его пофарширую. Ну что ж, мои хорошие, подливка готова. Да и вообще, я уже совсем справилась. С обедом, с ужином. Время третий час. Скоро Володя придет с работы, он в первую смену, и мы поедем в лес за черникой. Пока муж обедает, я поехала в магазин. У нас кончилось средство от комаров. Мы берем всегда Оф. Вот есть аж даже за 490 гарден. Вот эти вот дешевые я пробовала, но вот брызгаешься ими, аж горло перекрывает, дышать нечем. Ну, Оф в этом году стоит 340 рублей. Ну, куда деваться. Дешевенькие вот они, они 190, 200. Деваться некуда, мы к нему привыкли. Оно не пахнет, оно хорошее. 15 минут пятого. Начинаем собирать. Правда, много еще зеленой, но все равно побрать есть что. Вот в такие моменты ты жалеешь, что у тебя не 10 рук. Сплошной черничник. Успеваю не только собирать чернику, но и любоваться красотами леса. 15 минут восьмого. Три часа мы пробыли в лесу, собрали почти целое пятилитровое ведерко. Поехали домой. На сегодня хватит. Заглянула в тепличку и собрала вот такой вот небольшой урожай. Ну что ж, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok